Итак, это у нас Синай клиник. Я начинаю свой рассказ клиника в Шарм-Шейхе. Известная, но не самая лучшая. Сейчас 11 утра, поэтому никого нет. Так, я без косметики. Как любой славянский человек в больнице, я в спортивном костюме. Приехала на такси. Нельзя, чтобы был в палате кто-то. Я попросила, может ли быть со мной мама. Мне сказали нет. В общем, я одна. Страшно. Значит, вчера, то есть вечером перед операцией, я сдала анализ крови на три какие-то показателя. Думаю, там свертывалось что-то еще. Мне не объясняли. И сейчас, поскольку маммограмму в Египте не делают, у них, видимо, аппаратуры нет, я буду делать какой-то еще тест. Я так думаю, что это будет что-то типа КТ. И если все хорошо, извините, история сбивчивая, потому что я волнуюсь. Все-таки операция в моей жизни первая. Я никогда не была под наркозом. С доктором я общалась несколько раз. Значит, имя доктора я оставлю в описании, но в социальных сетях его нет. То есть, как сделала я? Я вообще-то копала Турцию. Я собиралась делать операцию по увеличению груди и бдефоропластику в Турции. Но так уж получилось, я оказалась в Египте опять. И решила поискать здесь. Прозвонила в Каире докторов. Очень неудобно, потому что очень плохой английский, не все понятно. Цены не называют. Я говорю, вы можете мне сказать импланты сколько стоят? Ну, надо смотреть. В общем, мне не понравилось. Плюс там как? Нужно сначала приехать на консультацию, потом уехать. Если договорились, они закажут импланты. И недели через две импланты придут, опять ехать в Каир. То есть, ну, проще было бы уже слетать в Турцию. Поспрашивала у друзей, поспрашивала у тех немногих, кто здесь делал. Все назвали одного и того же доктора. Вот этого, кто будет у меня. Импланты я постараюсь показать, но они и шершавенькие. Доктор здесь мне сказал, что это, ну, сейчас делают только шершавенькие. То есть, они не такие гладкие, меньше возможности прироста чего-то там. Доктор говорит на английском. Значит, блефаропластика верхняя должна быть. И он сказал, на нижнюю я не кандидат. Хотя в Турции по онлайн-консультации мне сказали, да, сделаем верхнюю и нижнюю. Он говорит, еще 40 нет, ну, не надо как бы резать, давай лучше жир запустим. Ну, то есть, вот это все надо не отрезать, а заполнять. Но филеры я не хочу. Доктор посоветовал жир. Но для этого нужно, чтобы я сидела, и нужна подвижная мимика. Поэтому под наркозом этого делать не будут. Это уже дело десятое. Непосредственно импланты здесь. Мне тоже заказывали, мы ждали их неделю, потому что в Египте делают больше третьего размера. Я хочу 275-265 мл, то есть это двоечка. У них таких маленьких нет. Пришлось заказывать, но вроде как они есть. Какая процедура? Заказывается три размера. Он говорит, когда уже будет надрез, мы по мере ем, пока я сплю, и прицелимся, какой лучше. И тогда будем вставлять внутренние швы. То есть швы снимать потом будет не надо. И вот этот топик-корсет, компрессионный, должны тоже обеспечить. Сказали, как проснусь, можно уходить из больницы. Я говорю, а полежать-то мне? Говорит, если все в порядке, нет, валите домой. Но поскольку у меня двое детей, и они попросятся на ручки или что-нибудь еще, пока не знаю, как это будет. Поэтому сами импланты стоят здесь 3,5 тысячи долларов, не евро. То есть в Турции такие же цены на конкретно пластику груди. Вместе с блефором это 4,5. Пока что это самое дешевое, потому что все-таки я уже здесь. То есть в Турции я предполагала бы еще билеты, нахождение в стационаре сутки. И потом еще где-то надо жить, потому что доктор нужно появиться здесь через 4 дня в Шерман-Шейхе. В Турции мне сказали, что через 6 дней. То есть мне бы 6 дней пришлось дрейфовать еще в Стамбуле. Я очень люблю Стамбул, но уже вот так случилось. Специально показываю до. То есть это обычная камера, но это не обращайте внимания, это я чистила лицо у косметолога. Вот что мы имеем до. Я не надела сегодня ничего, потому что подумала, что можно попрощаться со всеми этими тупиками, с пушиками, со всей этой лабудой, в надежде на то, что все-таки сегодня состоится то, что я так давно хотела. Вот такая палата. Ну, очень даже неплохо, честно говоря. Мне сделали разметку. Я так понимаю, тут будут резать. Ну, это типа до. В общем, уже совсем не так весело. Меня натыкали, не смогли найти вену. У меня вечная проблема. То есть доктор сказал, что будет газ. А сказали, что еще запустят по вене седативное. В общем, меня переодели, положили. Еще один косяк. То есть не хотели принимать доллары. Доллары старого образца. Они говорят, типа нет. Я говорю, ничего, что я уже хотела. Говорю, в Америке ходят, у вас не ходят. Ну, приняли. Ой, страшно, капец. Я, конечно, думаю, сейчас если доллары не примут. Ну, там часть долларов старая. Думаю, развернусь и иду. Ну, вот. Любая зацепка, любой знак. Но приняли. Ну, жадность победила. Анестезиолог пришел. Я говорю, я хоть проснусь. Он говорит, да не волнуйтесь. Это, типа, обычная процедура. Там ничего страшного. У меня никогда не было. Мне страшно. Ну, сразу после наркоза состояние тюмное. Потом буду монтировать, посмотрю. Вот такое дали белье. Еще ничего не знаю, какой размер. Вот она, блефора. А сейчас два, три часа. То есть, в принципе, в общей сложности три часа заняло все это дело. Меня вот тут увезли на этой штуке, привезли и разбудили. Дали еду. Пока есть не хочу. Ну, вроде, вроде соображаю. Проснулась. Мне сразу принесли попить, покушать. Пока не выпускают. Эту штуку не снимают. Не знаю. Так, ну что. Сплыл с жару, так сказать. Рассказываю всю ситуацию. Не так все плохо и страшно. На самом деле, те, кто собирается делать, не переживайте. Те, кто собирается делать в шарме, тоже не переживайте. То есть, персонал, на удивление, квалифицированный. То есть, у меня, например, всегда были проблемы найти вены. То есть, когда нужна кровь из вены, это катастрофа была. Здесь, ну, молодцы ребята. Анестезиолог пришел. Что-то мне там влили, влили, влили. И дальше я не помню. Меня куда-то повезли. И пока меня везли, я уже доктора не видела. Я такая думала, сейчас импланты пощупаю, там, позаглядываю. Как бы чистый лист. И все. И потом я как-то проснулась. У меня там что-то... Я говорю, вот это можно снять, болит. Они говорят, ну, только когда выйдете, как бы снимите все. Скажу честно, я ожидала больше боли. Может быть, я, конечно, на каких-то там... Он сказал, что я вам дам, не переживайте. Сильно прям болеть не будет. Я думала там все... Я сколько слышала, я за блогерами наблюдала. Я эту тему копала давно. Моей старшей дочке 4. И я вот, наверное, вот еще после первой беременности начала вот потихонечку прорабатывать. Тогда еще не было ни намека на нового мужа, ни намека на то, что у меня будет возможность это сделать. Ну, вот вселенная нам дает, когда хотим. Это не пугайтесь, это блефаропластика была. Ну, не знаю тоже пока что к чему. Само их жутко интересно, честно говоря. Вот эта компрессионная бельишка. Ну, по-моему, снимать нельзя 3 недели. Сейчас доктор придет и расскажет мне, как мне себя вести дальше. Но вот час после операции, двух, как бы полет нормальный. Я живая, я покушала. Я кофе себе пошла, взяла. То есть, типа, пойду домой. Я думала, может, я полежу тут в палате. Если будет сильно больно, там, или говорят после наркоза, девочки часто плачут. Вот, особенно женщины, вот у них все в слезы. Я поплакала до. Сейчас я не чувствую никаких, вот там, какого-то там, что я такая, ну, нормальная я. Но единственное, я могу детей напугать вот этой вот фигней. Поэтому честно, приятно удивлена Шарм-эль-Шейхом. И я вам скажу, как думала я, то есть, ну, хуже, чем у меня было, то есть минус один, уже не будет. Я не знаю, как будет выглядеть конкретно вот, да, там, зона, так сказать, когда все заживет. Вот, но я решила, что хуже, чем, вот, мне жутко не нравилась ситуация минус один, размер я имею в виду, то есть, нулевой у меня в 12 лет грудь была больше, чем сейчас в 40. Вот, поэтому, честно, за эти деньги, и при всем, при том, что я уже здесь, ну, я, честно, я довольна. Так что доктор Ашраф я рекомендую. Я попробую его снять, просто, чтобы он тут помахал хотя бы, чтобы знали, как он выглядит, приятный такой, как сказать, вот он не радуется, не о-да-да-да, клиент там, не о-да-да-да, девочка. Такой вот все ровно у него, и мне это нравится. То есть, когда человек как бы, ну, и здесь не такой поток, как в Турции, то есть, я переживала, может быть, у него практики нет такой частой, да, ну, не знаю пока, буду дополнять, видео загружу, когда, наверное, будет уже хотя бы после недельки, когда проверят, как швы, это самое, швы внутренние, он сказал, ничего вынимать не надо будет. Ну, вот сейчас еще с ним поговорю, но пока Шарм-эль-Шейх рулит. Я, как этот... Ну, короче, порадуйтесь за меня, ребята. Я пока не знаю, что поставили, что там село. Ну, вот это час после заветной... Ну, я хотя бы проснулась, я что-то ссала, что я не проснусь. Так, девчонки, даю краткий апдейт, потому что вот это вот очень неудобно рассказывать, потому что вот эти штуки надо носить до завтра еще. Больно. Вот сегодня больно. Вчера, видимо, действовал наркоз. Я еще так думаю, да, что они вот это все жалуются, там что-то болит, наковальня на груди. Типа слабаки. Ну, вот послушая людей, больно. Но, ну как, тем, кто рожал, вот мне после родов ничего уже так не больно, поэтому, ну, руки не сильно, ну, то есть прям поднимать я могу, просто детей нельзя поднимать, там тяжелые рывками нельзя. Ну, и болезненные, ну, спать, понятное дело, не спала. Но, в принципе, что нам женщинам ради красоты не чуждо. Опять, если решились, хотите, делайте. Девки, ну, я пока не знаю, но даже сейчас в этом корсете оно уже того стоит. Конечно, как ни странно, самый такой основной был вопрос, это типа, как я разорила джима. Ну, при правильной пелешке, длительной и монотонной, можно даже такого, как джим, разорить на сиси. Плюс здесь, это, кстати, было намного дешевле, чем Турция, куда я собиралась. Просто, ну, так сложились обстоятельства, что я копнула тут и решила не лететь. Я, опять-таки, я не хочу развозить и там, и там, все будет на ютюбе, я потом выкину ссылочку, кому прям нужны все детали, посмотрите там видео. Но он был готов морально и материально, то есть это не то, чтобы я там его как-то... Нет, я его готовила на Турцию долго и нудно, и, ну, просто до Турции с Аней долетела. А, в принципе, нет ничего невозможного. Вообще, Инстаграм, конечно, по-прежнему рулит. Просто я здесь все реже и реже. Я запустила, запускаю еще два канала. Ютуб, короче, меня захватил. Поэтому просто, ну, и один канал нормально содержать, там столько нюансов, как и казахстан. Это довольно-таки трудоемкое и время затратное. А когда их три, ну, я не совсем понимаю вообще, хватит ли меня на тот же ТикТок и сюда еще. Иногда скучаю. И здесь все вот мои друзья-подружки, то есть спасибо всем, кто участвует. И вот у меня тут еще должна была быть процедура, либо филинг. Жир, собственный жир закачивают в лицо. А мне Юлечка подсказала спасибо, что, говорит, ты хоть почитай. Я думаю, в натуре я хоть почитаю. Как начиталась, ну, уже, честно, я не знаю. Поэтому, если кто делал липо-филинг, отзывитесь, расскажите свои впечатления живые. Не интернет-отзывы, не рекламные ролики, а именно вот как у вас прошло. Ничего не бывает зря. Если вы что-то совершили, значит, в тот конкретный момент вашей жизни, на том конкретном этапе вашего развития, в данном поступке. Ну, вот так я передвигаюсь по городу. В принципе, не сильно пугаю людей. Так, вроде как, и не скажешь. Ничего. Холодно. Тут еще в Синай клинику вот такое. Кафешечка есть под открытым небом. Ой, народ, видела, видела я свои, свои еди. Классно получила татуировка на месте. Ребята, все, кто волновался. Классно выглядят. Ну, ничего никуда не уехало. Эти малыши тоже на месте. Я не знаю, можно это произносить. Вот это нет. Швы, ну, там, как бы он снял эту штучку. И послезавтра, получается, нет, после 4 дня, короче, снимет совсем. Корсет носить минимум 2 недели. Ну, говорит, все шикарно, как бы все подживает. И это не печень. Он сказал, из-за того, что прямо на операционном столе затянули корсет, идет, ну, типа, недостаток кислорода в прямом смысле. И есть вот такое надувание. Я думала, умираю. Я говорю, склер, глаз проверяла. Он ржет, говорит, это не печень. Говорит, даже анализа не надо делать. Просто, говорит, ну, иногда снимай, дыши. Я говорю, а нельзя как-то это? Он говорит, ну, нет, должно быть очень плотно. Потому что у тебя дети, чтобы ничего не съехало. Так что фух. Так, ну, вот, в принципе, жива-здорова. Не знаю. Все подживает. Единственное, ну, он сказал, корсет ослабить вот этот бандаж нельзя. А он перетягивает ребра. Я говорю, да ну, ебки, нормально пережить 2 операции, чтобы в итоге задыхаться от бандажа. Он говорит, я захожу на размер больше. Ну, у тебя дети, надо, чтобы все очень туго стояло. Мама, ой, короче, хожу, еле дышу. Иногда, говорит, можно снимать, дышать. Я говорю, отлично просто так 2 недели ходить. Лядечка, я когда пришла, она, мама, а что ты, почему ты там, у тебя тут пластырь? Я говорю, мама сделала новые сиси. Дети классно так реагируют. Она, да? Я говорю, да. Ну, и типа. Так что. Очень четко ощутила, что такое колики у ребенка. Мамочки, держитесь. То есть, поскольку этот бандаж перетягивает ребра, то получается воздух, вот я поем, и у меня места нету. И дети так. Вот представляете, как они мучаются, почему не орут-то? Ну, я реально прочувствовала всю, как говорится, боль, когда у Белы колики были. Потому что воздух стоит, когда колики, говорят, делать массажик нужно, воздух поднимать вверх. А из-за бандажа он вверх не поднимается. И это так неприятно. То есть, казалось бы, такая мелочь. Простите, я жую, но некогда снимать. Я почему думала, что печень, потому что все надулось, болит внутри. Ничего не пойму, перепугалась. Ну, честно, всем спасибо, кто уже советовал мне противопитёночные, ну, эти. А он мне, когда там на осмотре распустил корсет, живот сразу плоский. Вот как детям это облегчить? Почему трубочки в задницу вставляют? Воздух убрать. Такое интересное открытие у меня в 40 лет. Этот грёбаный бандаж. Если б не это, честно, ну, глаза просто чуть-чуть чухаются. Грудь болит вот как при беременности. Ну, не больше. Руки я поднимаю, одежду я одеваю. Ну, понятно, детей рывком нельзя там. Ну, всё. Я же говорю, прилетела откуда они ждали. То есть есть такие нюансы, которых, ну, пока не сделаешь, видимо, никто не поймёт. Ну, будьте готовы, бандаж выбирайте внимательно. Тут другого просто не было. Я же ещё думала, ну, раз уже апгрейд, сделаю губы себе наконец-то. Сколько я уже задумывалась про губы. И вот эта косметологша тут женщина, Зейнаб зовут. Если кто местный, может, знаете, ходите. Если нет, ну, нормальная тётя. Мы с ней так поговорили. Так вот, я это к чему? Потому что она говорит, я говорю, у меня антибиотики 5 дней пить. Она говорит, после антибиотиков где-то месяц нежелательно никакой препарат вводить. Вот у меня с губами, то есть уже их сделала. А что-то вот, ну, может, оно мне не надо, но хочется, естественно, чуть-чуть вот подпухлить, как было после, когда татуаж сделали. Буквально вот, ну, ну, как будто осалку сила, да? Не знаю, хочу. Ну, вот как-то так. Очень приятный момент, что вот, что это косметолог, что доктор, сейчас заёшь, они не берут лишнего. Для Египта это не свойственно. То есть я говорю, уколите. Она такая, нет, нельзя. То есть она не купилась на деньги, она не купилась на то, что да, уколю и улетит, и мать уёб. Доктор тоже. Вот, типа, там, где резать я не буду, я не буду. Я говорю, а вы мне губы там жиром накалили? Она говорит, нет. Говорит, это филеры, губы, губы жир вообще не стоит скалывать, этот липофилин. То есть такие вот какие-то порядочные. Ну, короче, доктору, честно, я говорю, респект, уважуха. Я теперь уже, вот, зная всё, летела бы конкретно к нему. Не в Турцию, не в Шмурцию, никуда. Вот честно, мне как-то вот импонируют его отношения. Очень рекомендую доктора Шраф, Синай Клиник.